Надпись «Сними наушники и капюшон» обращена к пешеходам. Нанесли ее прямо перед переходом, чтобы и детям, и родителям она бросалась в глаза. Ничего нового она, конечно, не расскажет, скорее напомнит основные правила дорожного движения. Этакая шпаргалка. Отсюда, кстати, название акции и родилось. С начала нового учебного года у нас по городу была запущена акция «Шпаргалка на дороге». Такое вот интересное, немножечко с юмором название у этой акции, когда либо родители, либо педагоги, либо сами дети наносят определенную дорожную разметку, как мы называем шпаргалка для пешеходов, чтобы не забывать о соблюдении требований правил дорожного движения на пешеходных переходах. По замыслу такие элементарные напоминания, как «сними наушники» или «возьми ребенка за руку» помогает лучше ориентироваться на дорогах. Задача – за время акции охватить все центральные улицы и наиболее опасные участки. Пока что все идет по плану. Трафареты с напоминаниями прикочевали в 58-ю школу. Здесь есть свой отряд юных инспекторов дорожного движения. Сегодня это их важная миссия. Конечно, это важно, потому что так мы предупредим людей, чтобы не было каких-то аварий. Такие шпаргалки ребята оставили у двух пешеходных переходов на интернациональный, близ 58-й школы. Один переход регулируемый, другой нет. Как раз для того, чтобы задумчивый взгляд ребенка остановился на буквах и школьник вспомнил основные правила, ребята из ЮИД и трудятся. В отряде 20 человек, преимущественно семиклассники. Однако и в таком составе юидовцы много чего уже умеют. Это далеко не первая наша акция в поддержку правил дорожного движения школы, так как отряд ЮИД функционирует уже пару лет и мы занимаемся пропагандой дорожного движения. Мы проводим каждый год несколько гидбригад среди начальной школы. Мы уже с ребятами первых и вторых классов составляли безопасный маршрут школу-дом-школа. И провели несколько собраний для того, чтобы спланировать наши дальнейшие мероприятия. Четыре надписи на двух переходах, по одной с каждой стороны. Теперь трафареты передадут дальше, в следующее учебное заведение. Акцию шпаргалки на дорогах госавтоинспекция начала проводить еще в конце августа. Почти за месяц охватили центральные улицы города. В планах самые опасные участки рядом со школами. Что главное, силами детей и родителей, чтобы основные правила знали и помнили пешеходы всех возрастов. Валерий Седов, Михаил Лазуткин, телекомпания, город.